Как же я был слеп, ребята, вы себе даже не представляете. Зачем мне вообще нужен эхолот? Соответственно, в печку. Когда ты идешь на моторе с этим эхолотом по водоему, на котором ты проробачил лет 15, то у тебя просто открываются глаза. Разрешите представить, Лоуренс HDS 9 Life. Как же я рыбачил до того дня, как у меня появился эхолот. Мысли о приобретении эхолота были довольно давно. Однако конкретики в этих мыслях совершенно никакой не было. И я особо даже не представлялся, чем мне вообще нужен эхолот со структурсканером. Однако во время активного поиска рыбы на Горьковском водохранилище, когда мы вместе с Сашей Зайцевым за один день пробурили порядка 200 лунок. И в конце дня нашли все-таки одну единственную коряжку, где плавала одна единственная плотва. Вот именно в тот момент я понял о том, что структурсканер мне обязательно нужен. Нужен он для того, чтобы попросту не расходовать ресурсы своего собственного тела на бурение лунок в целине. А для того, чтобы бурить и ходить точечно по водоему. Ну и соответственно, раз уж цель у нас была намечена, дальше уже последовала ее реализация. Параллельно с зарабатыванием денег, я изучал просто тонну информации по поводу различных моделей эхолота. И надо сказать, что чем больше я погружался в эту интересную тему, тем больше повышалась планка прибора, который я бы хотел себе приобрести. На самом деле список рассмотренных мной приборов достаточно велик. И сейчас расписывать все качества и недостатки той или иной модели, это просто никакого видео не хватит, а оно растянется часа на три. Давайте по-быстренькому пробежимся по некоторым моделям эхолотов, которые я смог просмотреть. Которые, на мой взгляд, в то время представляли наибольший интерес. И я расскажу буквально по 3-4 тезиса, которые все-таки привели меня к Лоуренсу. Перед тем, как я начну, единственное, что я бы хотел уточнить, то, что это именно мое видение. И те люди, которые уже достаточно давно имеют в своем пользовании эхолоты различных моделей, могут меня поправить, могут со мной не согласиться. Это дело каждого. Сейчас я буду уважать только свое мнение. Итак, первая модель, которую я рассматривал к приобретению, был Garmin Ahamab UHD. Эта модель отлично рисует карты, имеет интуитивно простое управление, имеет приемлемый даунскан, но имеет хреновое боковое сканирование. Следующая модель это Raymarine Element. Отличное нижнее сканирование, также имеет свою собственную рисовалку карт. Отлично светит рыбу на обоих частотах, но на высокой частоте, на мега частоте, у него очень короткий диапазон. То есть он видит буквально где-то на 16 метров. То есть это очень мало. Это очень мало и просто-напросто замучаешься ходить галсами по той или иной акватории, чтобы найти какую-то определенную точку, которая была бы интересна с точки зрения облова спиннингом или облова потом уже по зиме. Также этот эхолот не имеет сенсорного управления, поэтому этот эхолот я также отмел в сторону. Следующая модель эхолота, которую я рассматривал, был Hummingbird Helix. Это кнопочный эхолот, не юзер-френдли. Он достаточно сложный в своей настройке, в своем управлении. На нем достаточно долго ставить точку на боковом сканировании. Но вместе с этим боковое сканирование у него одно из самых лучших. Рисовалка карт у него также присутствует, но только после покупки определенной карты нулевых линий, на которую он уже сможет наносить ту глубину, которую он будет сканировать уже на водае. Соответственно, этот эхолот тоже я отмел в сторону. Следующая модель эхолота, это также Hummingbird, но это его старший брат, Hummingbird Solix. Значит, эхолот устроил меня практически по всем параметрам. Единственное, что меня не устроило, это его тормознутость и цена. Соответственно, в печку. Ну и остался у нас Lowrance. Рассматривал я, значит, модели эхолотов разные от этой фирмы. И в конечном итоге остановился на Lowrance HDS 9 Life. Значит, у этого прибора своя рисовалка карт. У него приемлемое нижнее сканирование. У него хорошее, прям вот на четверку с плюсом боковое сканирование. Конечно, оно не такое, как на Hummingbird Solix, но тоже на уровне. Он подсвечивает рыбу в боковом сканировании, а это как бы немаловажная такая фишка, которая позволяет, не напрягая глаза, смотреть и видеть, что да, на самом деле, где-то там слева или где-то там справа есть рыба. Прибор в управлении этот, я бы не сказал, что он сложный. Кто-то пишет о том, что достаточно долго в нем разбирался. На самом деле, достаточно 2-3 раза выехать с этим прибором на водоем и прям так хорошо поплавать и хорошо поискать, посмотреть рыбу. И, в принципе, вы сможете запомнить весь алгоритм своих собственных действий и потом уже будете на автомате все это дело делать. Единственное, что я хотел бы отметить, это то, что этот прибор просто выедает аккумулятор. Поэтому, если вы собрались покупать Lorenz HDS 9 Life или 12 Life, будьте готовы к тому, что вам придется докупать достаточно большой аккумулятор. Потому что аккумулятора на 12 Ач мне хватило на 5 часов жесткой эксплуатации. Раз уж мы с вами заговорили об источниках питания для эхолота, то вот этот вот аккумулятор, вот этот вот эхолот у меня высадил буквально за 5 часов непрерывной работы. После этого я решил, что эту проблему надо решать, потому что будут выезды и с ночевой, и на несколько дней. И заказал вот такой вот аккумулятор. Заказал я его на сайте titanat.com, вот такой вот. Значит, здесь у меня идет дисплей, который показывает мне основную информацию, по которой мне удобно ориентироваться. Вот значит, на этом аккумуляторе я в последнюю рыбалку плавал примерно 14 часов на воде. И он у меня потратил, получается, 34% заряда. Осталось еще 66%. Значит, аккумулятор этот на 52 ампер часа. Такая вот подсветочка тут есть. Также есть USB зарядник на два входа. То есть можно, по идее, заряжать и камеру, и телефон, либо два телефона сразу же. Здесь у нас идут, получается, клеммы. Причем они откручиваются таким вот образом. Достаточно долго откручивается вот такая вот резьба тут идет. Все закручиваешь, и все получается встает очень надежно. В общем, аккумулятор этот литий-железо-фосфатный. И, с моей точки зрения, это самое натуральное вложение и экономия денег. Вот такие вот здесь параметры. Можете поставить на паузу и прочитать. В общем, более подробно об этом аккумуляторе я еще расскажу вам. Если кто-то уже сейчас надумает приобретать такой же, то ссылка будет внизу в описании. Также внизу под этим видео вы найдете промокод на приобретение такого аккумулятора. Промокод дает скидку в 5%, что при учете стоимости данного аккумулятора достаточно много. Вот это как бы и вся краткая информация, исходя из которой был сделан мой собственный выбор. Конечно, в одном видео так просто сразу же и не скажешь о том, почему именно был выбран этот эхолот. Но, поверьте, я достаточно скрупулезно изучил очень большое количество различных моделей. Смотрел мануалы, читал мануалы, как управлять эхолотами и так далее и тому подобное. И в конечном итоге я все-таки пришел к Лоренцу. И стоит отметить тот факт, что в данный момент времени сейчас пока что я не знаю ни одного эхолота, который бы абсолютно по всем параметрам меня устраивал. Чтобы он был сенсорный, чтобы у него было такое прям хорошее быстрое действие, чтобы он отлично рисовал так же, как, допустим, Хоминборд Соликс или Хоминборд Апекс. Была приемлемая цена. Короче говоря, вот это вот все в одном приборе бы собрать, и это был бы просто бестселлер. Но, к сожалению, таких приборов пока что нет. Поэтому остается только ждать, покупать то, что можно купить, ну и ловить рыбу, искать рыбу. По первому впечатлению. Значит, после первой рыбалки с этим эхолотом я понял, что больше на рыбалку с лодки без эхолота я ездить просто не хочу. По той простой причине, что это очень такая штука, как сказать, даже не то, что необычная. Вот представьте себе ценность информации. Вы плывете по середине пруда, видите в боковом сканировании россыпь каких-то камней, на ней видите рыбу. Это какое-то возвышение, допустим. И об этой точке больше не знает никто. Только вы. Вы можете поставить на ней курсор, вы можете отметить это место, вы можете каждый раз приходить туда и ловить с этой точки рыбу. И никто ни по каким ориентирам, которых просто нету, не сможет на это место прийти и что-то поймать. То есть, ну, вы представляете себе, да, вы, ну, если у рыбы будет настроение пожрать, и она будет стоять на этой точке, то вы обязательно туда придете и вы 100% ее поймаете. То есть, как бы вот сам факт того, что у вас есть какой-то ключик к определенному месту на определенном водоеме, это просто мега круто. Также стоит отметить то, что когда ты идешь на моторе с этим охолотом по водоему, на котором ты прорабачил лет 15, то у тебя просто открываются глаза. Ты начинаешь совершенно по-другому смотреть на то, что у тебя находится на дне, какое вообще, в принципе, количество рыбы в этом водоеме и так далее. То есть, совершенно просто границ не существует после боковки такого охолота. В общем, этот охолот на самом деле позволяет найти и поймать рыбу. Ну и, собственно говоря, этим я сейчас и буду заниматься. Ну а вы оставайтесь, пожалуйста, на канале. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Короче, вот это вот все внизу под этим видео. Ну а я сейчас пойду и поймаю пару рыбок на камеру. Поехали. 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 Продолжение следует... Нормальная рыбка. Хороший окунёк. Нормальная рыбка. Нормальная рыбка. Нормальная рыбка. Чуть-чуть покрупнее. Нормальная рыбка. Ужарю. Ух ты, хороший, хороший. Зачётный кукушок. Покажись, покажись, куда, куда, куда. Горбач, пойдёт. Горбач. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова